Растения, которые проявили более сильную активность, чем антибиотики гоксициклин и цифуроксин. Это было растение, называется японский козлик, или она же рейнутария японская. Был 60% экстракт этанольный. Следующее растение это ганский хинин, или оно же еще криптолепсис. Вот я нашла его. Он продается один к одному, но был эффективный 60% этанольный экстракт. Не знаю, можете, конечно, поискать в другом месте, но я нашла только здесь, так вот продавался один к одному. Потом, что еще было? Это было растение полынь однолетняя, 90% экстракт. Но это, думаю, сами можете найти где-то. Потом было растение черный орех. Там был 30-60% экстракт этанольный. Но из других мест знаю, что в принципе лечат и просто экстрактами. Потом также был кошачий кокоть. Это тоже был. Там был просто экстракт. Потом проявлял также шлемник байкальский активность. И у него тоже было активное вещество байкалиен, которое тоже проявляло эту активность. Вообще вот из этой, например, в той же рейнутарии японской, у нее было активное вещество, это резвератрол. Поэтому в отдельности он тоже проявлял эту активность. Ну вот что здесь еще проверили, но они почему-то не проявляли активность на баррелии. Это был и мололурин, серебро, экстракт семечек, грейпфрукта, стивия, андрографис. Хотя в других исследованиях они проявляли активность. Но это я немножко дальше расскажу. Ну вот это у нас следующий обзор. Это что здесь они искали. Ворсянка лесная. Она, например, была активна только против баррелии афзейли. Но помогал только этилоцитатный липофильный экстракт. Потом вот как раз-таки экстракт семян грейпфрукта, ну вот который, например, здесь, да, то есть он на ахербе есть, он проявлял активность только против, опять-таки, баррелии афзейли. И против спирохит и кист. Ну, например, вот это в прошлом исследовании, там как раз-таки они были активны против баррелии бургдосфера, которая, опять-таки, самая распространённая. То есть, например, вот эта вот афзейли, она менее распространённая. Поэтому вот не путайте. Потом следующий, опять-таки, здесь кошачий коготь был, опять, то есть эффективен против баррелии бургдосфера. Но опять здесь они, например, проверяли его в сочетании с таким растением, как атоба. Это, опять-таки, из тропических джунглей растения, поэтому его, наверное, очень трудно найти. Но опять оно было и против спирохит и округлых форм активно. Потом у них здесь была стивия медовая. Она тоже проявляла активность против баррелии бургдосфера, но в прошлом исследовании она не проявляла. Поэтому всё-таки я бы, наверное, может, и не советовала её. Можете попробовать другое что-то. Так, ну вот из остального, что здесь они советуют, что проявляла вообще активность. Это, конечно, С-витамин проявлял активность, Д-витамин, водоросли с йодом. Потом также, например, биоплёнки уничтожались серопептазой и монолурином. Потом серопептазой и ламинарией также уничтожались биоплёнки. Потом против биоплёнок был байкалиен и монолурин. В равных концентрациях против биоплёнок баррелии-гарини. Они уменьшали их на 40-60%. Ну, вообще, например, что вот они ещё смотрели и как раз-таки, что против спирохет было активно. Это был апигенин, мальвидин, кварцетин, звератрол, элаговая кислота. Но на округлые формы у них была эффективность только 30-50%. Так что, смотрите, почитайте это исследование. Ну, также ещё, конечно, серопептаза, экстракт дикой вишни, виноградных косточек, зелёная шкарлупа чёрного грецкого ореха, абрикосовые косточки. Анис также проявлял активность и против округлых форм спирохет. Ну, например, вот такой вот препарат, да, его как раз советуют от биоплёнок. Он разрушает биоплёнки. Вообще, конечно, то есть баррелиоз – это бактерия. И почему как раз антибиотики никогда не могут убить в основном все бактерии? Есть самая большая проблема антибиотиков, что они в основном не проникают в эти биоплёнки. Даже если вы принимаете антибиотики, всегда надо какие-то разрушители биоплёнок. Вот, например, такой препарат. Он довольно-таки дорогой, но вы можете также купить отдельно, например, ту же серапептазу, которая разрушает, или другие ферменты. Например, ну, здесь очень большой выбор ферментов, поэтому посмотрите их. Не просто, даже антибиотики просто так не пейте. Маленький шанс, что будут помогать, поэтому всегда комбинируйте. Витамины А и Е понижены у лиц с наличием антител против баррели бургдерфера. И их недостаток может оказывать влияние на их развитие. Здесь пишут, что на С витамин они не нашли, что он понижен. Но, насколько я помню из других исследований, он тоже понижен. Вот одна клиника, которая занимается такой натуропатией. И это клиника в Америке. Ну, просто я её сюда поставила, потому что здесь интересно. Они лечат как без антибиотиков. Они здесь описывают, что, конечно, важный этап – это детоксикация. Потому что всё-таки все бактерии, они выделяют токсины, которые отравляют организм. И надо их выводить, иначе организм просто не будет справляться. Ну и, конечно, самое важное – это как раз-таки глутатион повышать. И что повышает глутатион? Это и НАК. Это и сам по отдельности глутатион продаётся. Силен повышает глутатион. Даже чеснок, в котором содержится сера, она тоже повышает глутатион. САМ-добавка. Потом вся группа витаминов В. Ну и также, что активно выводят токсины – это хлорелла и кинза. Вот они выводят токсины и их добавляют, конечно, по отдельности. Ну и что, конечно, самое важное, я бы вообще в этом сказала – это они лечат витамином С. У них дозировка от 20 грамм, от 25 грамм до 100 грамм. И это, заметьте, не миллиграммы, а граммы. Ну, они здесь лечат это 2 раза в неделю, дают такие дозы. Смотрите, сами, конечно, вообще в любых исследованиях на инфекцию действует от 6 грамм в день С-витамина. И, конечно, С-витамин, он сам по себе нейтрализует любые токсины, любые яды. И, конечно же, убивает любую инфекцию. Поэтому без С-витамина, мне кажется, здесь вообще нет смысла начинать вообще это лечение. Эфирные масла. Какие были активны против боррелей? Ну, опять здесь описывают, что они были сильнее антибиотиков. Некоторых здесь идёт перечисление. И это были масло чеснока, миры, листьев тимьяна, коры корицы, душистого перца и семян тмина. И, конечно же, я советую всегда, если у вас уже боррелиоз и он не лечится никакими антибиотиками, то, конечно, обязательно его комбинируйте. Витамины вместе с травами. Конечно, самая сильная была эта вот-вот эта всё-таки трава, что была найдена. Кошачий коготь был очень сильный, чёрный орех был очень сильный. И комбинируйте, конечно, его с С-витамином с большими дозами, с Е-витамина, А-витамином, йодом, группой В. И, конечно, всё-таки добавьте, что разрушает именно эти биоплёнки. Потому что тоже растения, даже иногда не все эти биоплёнки разрушают. Поэтому ферменты тоже здесь очень важны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!